Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Продажа дисконт техники. Огромный ассортимент. Низкие цены. Гарантия. Сеть городских ломбардов Титан. Телефон 450707. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Любительницу пьяного дрифта задержали сотрудники ППС на улице Воровского. Все началось на парковке у дворца пионеров. Там девушка на своей гранте, что называется, нарезала пятаки. И когда к ней подъехали сотрудники ДПС, водительница решила от них скрыться. Впрочем, попытка закончилась неудачно. Алкогонщица врезалась в жилой дом. С пьяной дорожной хулиганкой пообщался наш корреспондент Павел Москвин. Устроила погоню, врезалась в жилой дом, но тем не менее Наталья не падала духом и не стеснялась грубить собеседникам. У меня нет документов. Мужчина ничья. Пока не прекратят снимать, я ничего не буду делать. Не снимайте, на. Вы что снимаете? Наталья сначала была против дурной славы. Если верить девушке, она не любит давать интервью. Ты мне где покажешься? Что? На каком канале мне покажешься. Первое городское место происшествия покажут вас? Неужели? По словам водительницы, у нее богатое криминальное прошлое. Так что пьяные гонки с полицейскими и авария для нее якобы цветочки. А почему не подчинялись судникам ППС? А я бандитка пожилю. 7 судимости и 5 побегов. Я как понимаю, сейчас у вас еще судимость одна появится, да? Да, да, еще и судимость появится. Потому что у вас появилось участие 2,64, это второе. Да, да, и 5 смертей еще. Первая попытка пройти экспертизу оказалась для нее неудачной. Инспектор дал ей совет, как правильно дуть в трубку. Сейчас выдох спокойно, как будто надуваете шарик. Впрочем, у Натальи прохождение экспертизы вызвало другую ассоциацию. Выдох прерван, но показало 1,1 миллиграмма литра. Я не плотно, наверное, губами. Вы просто выдох прервали. Плотно, когда мерь, ты знаешь, делаешь, плотно, губами, и так. Во второй раз Наталья не сплоховала. Результат установлено сильное опьянение. Как выяснилось позже, девушка ранее была лишена прав за скрытие с места ДТП. Было установлено, что летом 2015 года она уже была лишена права управления транспортными средствами сроком на один год. Однако, в связи с тем, что она не сдала водительское удостоверение, течение срока лишения специального права не началось. Если бы не ребенок, ей бы грозил административный арест. Но теперь, скорее всего, ее накажут штрафом в 30 тысяч рублей. Также у Натальи изъяли права. Срок лишения у нее начался только сейчас. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.